Трасса «Казачий дозор» в Горках вновь собрала любителей автоспорта разных возрастов. После двухмесячного перерыва здесь прошел шестой этап гонок на выживание. Открытие, жеребьевка и подготовка машин к заездам. Казалось бы, все по традиции. Однако этот этап особенный. Его провели в поддержку ветерана гонок, каскадера Федора Шилова, пострадавшего на соревнованиях по сверхлегкой авиации под Новосибирском. Он сейчас в больнице, у него серьезная травма, опять-таки же связанная с его деятельностью. Мы очень за него переживаем. Приехали также его поддержать. Федор Иванович, мы с вами, держитесь. Вы сильные, вы прорветесь. Мы за вас молимся, мы за вас болеем, любим вас. Приехали сегодня, скажем так, в ваше отсутствие поприсутствовать вместо вас. Раньше приезжали всегда с Шиловым Федором Ивановичем, который всегда победный круг делал. Сегодня мы приехали, к сожалению, случилось сейчас несчастье, но я надеюсь, что Федор Иванович все-таки выздоровеет и будет все отлично, вернется и будет также делать победные круги, нарезать. И 76-й номер сразу вырвался вперед. Лидирующую позицию гонщик держал уверенно на протяжении всех отборочных заездов, чем обеспечил себе место в финале. За рулем болида Константин Колобков, человек, участвующий в гонках на выживание, более 25 лет. Федора Шилова он знает не только по автоспорту. Бядя Федора для меня это как, это близкий-близкий, даже не товарищ, а друг, потому что мы с ним начинали гоняться аж в 84-м году. Он гонялся на Копейке, я гонялся на Болге. Он сильный, он должен победить, потому что, ну, только удача ему. За победу боролся и гонщик из Домодедова Даниил Глухов. Все отборочные соревнования он буквально дышал в спину лидера, не выпуская его из виду. Среди болельщиков оказалась и мама пилота. Пытаюсь смотреть, как зритель, убрав эмоции родственницы. Но иногда мне спокойнее, конечно, переживать это дома и узнать только результат, что все хорошо. В первую очередь, что все хорошо, и во вторую очередь, что есть результат, кубок, приз. В гонках на выживание главное добраться до финиша, но это удается не всем. Из 11 участников шестого этапа на трассу выехало 10 машин. У пилота под номером 63 болид сломался прямо перед заездом. Во время отборочных соревнований выбыл 99-й. Прекратить свою гонку мог и Евгений Галахов, но ему удалось починить машину между заездами. Как говорится, новичкам везет. На самом деле, это детская мечта еще, когда сам поменку вел, да, перед телевизором, потом работа, семья. Как-то не получалось, не получалось, но мечта оставалась. А в январе этого года на первый этап я приехал посмотреть, ну, познакомился со всеми пилотами, гонщиками и до конца заразился. Теперь я здесь. Посмотреть на заезды каждый раз приходит немало людей. Они общаются, отдыхают и наслаждаются экстримом. Здесь нет правил дорожного движения. Здесь предъем на дорогах. По итогам соревнований кубок взял видновчанин Константин Колобков. Второе и третье места заняли пилоты из Домодедова Алексей Ахметов и Даниил Глухов. Александр Столяров, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видноэ ТВ.